У нас есть платформа для серфика моделей, которая в свою очередь поддерживает Деплой real-time моделей. Получается, у нас такой брус-концепка, есть моделька, и она получается по user profile в DB insurance claim course. Получается, типа выплата. И в данном случае у нас были такие классические алгоритмы, получается, чтобы из-за теста Камагорова-Смирнова нет линкодера, которые использовали тестовую выборку, тренировочную тестовую выборку, и получается обучались на ней, и потом можно было собирать метрики уже с продакторами. Но в случае, когда мы, получается, не можем обучить или не хотим обучать, нужно придумать какие-то другие алгоритмы. И сейчас мой коллега Юрий покажет вам, что это за алгоритм, а я пока буду, немножко проспойлер, буду его разогревать на демо стенде. Спасибо. Всем привет еще раз. Сегодня мы, повторюсь, будем обсуждать такую тему как concept-drifts в таком алгоритме, который называется Robust Random Cut Force. Robust Random Cut Force — это алгоритм изучителя, который определяет outlier или аномалии в потоке данных. Это краткая часть того, о чем мы будем сегодня говорить. Мы сначала поговорим о том, почему вообще нам нужны алгоритмы на стримах именно. Потом мы поговорим о сложностях, обсудим, как создавался такой алгоритм как RFCF, обсудим его предыдущую модель, которая работает в инстримах — это изолирующий лес. Потом я пишу RFCF и расскажу про детали имплементации. Вообще, почему нам нужны алгоритмы, которые работают на потоках? Они нам нужны потому, что генерируют огромное количество данных, которые мы практически просто не можем хранить. И мы хотим как-то их анализировать, чтобы получить какой-то профит. А аномалии, соответственно, это критически важные точки для наших данных. Допустим, если у меня есть какой-нибудь двигатель, и он генерирует 10 гигабайт данных сенсоров в секунду, то я хочу узнать, что он сломался именно сейчас. А не получить время, когда он сломался в комнате в порте завтра, когда инженер его протестирует. Чтобы найти outlier в стримах, нужно сначала выбрать наилучший алгоритм по поиску outlier. В 2013 году вот эти вот ребята, они задались таком вопросом, а почему на самом деле до сих пор нет нормального бенчмарка со всеми алгоритмами? И они составили свой, они протестировали таких, я назвал 4 основных категорий. Это изолирующий S, там были 2 вариации, SVM, тоже 2 вариации, LOB-LOB-Live Factor и, соответственно, Ensemble of Gaussian Mixtures. Там тоже было несколько вариаций, и они проявляют это на 15 синтетических тестах и на 5 тестах данных из реальной жизни. И, соответственно, увидели то, что изолирующие леса работают гораздо лучше всех остальных других алгоритмов. Соответственно, вот эту вот работу увидели ребята из Амазона и решили, что для их платформы, в принципе, отличный микросервис, который будет определять аномалии на стримах данных. И уже в 2016 году выпустили такую работу, которая называется RobustModcast Forest. Этот алгоритм задеплоен был сразу же на Kinesis, как отдельный микросервис, и с появлением SageMaker, платформы для деплоидата сайенсовских моделей, он был задеплоен туда. Вот, ну вообще я буду рассказывать по этому, потому что я ингредиентировал эту вещь для платформы гидросервис, про которую я рассказывал Булда. Это краткий рекапт аналогии, то есть сам Isolation Forest, это основа для RCR, появился в 2008 году. В сервее 2013 года было сказано, что он лучший, и поэтому ребята из Амазона в 2016 году его имплементировали, и в 2018 году его заимплементировали мы. Сейчас я расскажу про Isolation Forest, чтобы понять базу, на которой построена RCR. Основная цель изолирующего леса – это построить лес из изолирующих деревьев, как бы это просто не звучало. Изолирующее дерево – это дерево, которое содержит все наши точки, для которых мы хотим получить скорость. Каждый листок в этом дереве содержит одну точку. И каждая нода, которая не листок, она разделяет ограничивающий паралекипет этих точек на две части. То есть практически разделяет пространство на две половины. Алгоритм по постройке леса, точнее по постройке одного дерева, будет примерно вот так. Я расскажу про каждые из этапов. Сначала мы строим ограничивающий паралекипет вокруг сета точек, в которой мы хотим сделать какой-то случайный разрез. Мы выбираем совершенно случайно, с равной вероятностью, среди всех измерений, одно измерение, которое мы будем делать надрез. Также мы выбираем случайно координат в этом измерении. Допустим, здесь это вот 5,45. И разрезаем на две половины. Соответственно, если мы не изолировали ни одну точку, то у нас не создается ни один листок. У нас просто создается нода, которая разрезает. Вот, разрезает пространство, которое разрезано на две половины, на левую и правую. Мы повторяем эти шаги до тех пор, пока все точки не будут изолированы. Примерно вот так. Соответственно, логика в чем? Если наша точка изолируется легко, то если находится где-то ближе к корню дерева, то, скорее всего, более легко изолирается от других. То есть, она не похожа на другие, и, скорее всего, она аномальная. А те точки, которые сложно изолировать друг от друга будут, находятся где-то в глубине, после большого количества разрезов, и соответственно, они менее аномальны. И, соответственно, коэффициент аномальности точки обратно пропорционально для глубины дерева. Если мы хотим трансформировать любой алгоритм по поиску аномалий для потоков данных, нам нужно решить проблемы, которые обозначили ребята в 2016 году. Это 6 проблем. Первая проблема в том, что наши данные не мимолетные. То есть данные, которые мы получили 5 минут назад, они менее важны, чем данные, которые мы получили минуту назад. На самом деле, правильно будет сказать, что данные, которые мы получили месяц назад, уже совершенно устарели по сравнению с данными, которые мы получили неделю назад. Но это все, конечно, зависит еще от контекста, в котором мы это применяем. Второе, то что нам нужно ввести такое понятие как таймстэнпы. Явно или не явно наш алгоритм должен знать о том, когда у него появилась эта точка. Третий пункт, то что наш поток данных имеет неограниченный размер. То есть мы не можем делать никаких предположений о его размере. Четвертое, то что нам важно учитывать скорость прихода данных, будет она постоянной или переменной. Потому что мы не можем обработать следующую точку, не обработав предыдущую. Пятый пункт, это как раз то, на чем, так сказать, сфокусирован алгоритм RRCT. Это concert drift. Concert drift, если объяснять проще, это смена распределения со временем. То есть, если вам приходили до этого одни точки, они могут постепенно эволюционировать, и распределение может меняться на другое. Это тоже важно сфиксировать. Шестая часть, это, можно сказать, неуверенность данных. То есть, допустим, если вам пришла точка, и ваш алгоритм предсказал ее аномальной, вы должны сначала подумать, это действительно аномальная точка, или у меня произошла какая-то проблема с получением данных. То есть, допустим, если алгоритм по кредитному скорбингу получает зарплату в минус тысячу рублей, то надо подумать, это действительно так, или все-таки есть ошибка по учению данных. Вот, ребята RRCT подумали и сделали такой алгоритм, который, соответственно, решает большую часть тех проблем. Если в изолирующем лесе задача алгоритма была создать лес, и, соответственно, сразу предсказать все точки, то цель RRCT это поддерживать лес. В данном случае лес выступает в качестве скетча. Скетч это термин из big data, это когда мы пытаемся аппроксимировать распределение большого количества данных, которые мы не сможем сделать, мы не сможем налетелить все данные, их слишком много. Мы их аппроксимируем с помощью малого количества данных. То же самое, здесь лес аппроксимирует все наше большое распределение, используя всего лишь какое-то количество листьев. Вот, соответственно, нашему алгоритму, чтобы поддерживать скетч актуально, нужны такие операции, как добавление и удаление ноды из дерева. Соответственно, мы удаляем не актуальный и добавляем актуальный. Примерно вот так вот. Сейчас я покажу, что происходит, если приходит новая точка в дерево. Если приходит новая точка в дерево, нам нужно удалить какую-то старую, потому что наши деревья имеют постоянный размер. Соответственно, мы удаляем какую-то точку О том, какая точка именно будет удалена, я расскажу позднее Нам приходит, ну, а, неправильно Если мы удаляем точку, то разрез, который находится над ней Уже не разделяет пространство на две половины Потому что другой половины, соответственно, фактически просто нет И, соответственно, этот разрез тоже упирается И дерево перестраивается Именно вот так происходит операция удаления Потом мы добавляем новую точку Когда мы добавляем новую точку, мы пытаемся сделать Сначала мы пытаемся разделить эту точку новую и все дерево. Соответственно, если мы можем сделать ее разрез в самом начале, то здесь появится новая нода. Потом мы делаем разрез на следующем уровне и на следующем уровне. Соответственно, на том уровне, на котором будет получен успешный разрез между этой точкой и каким-то под деревом, там появится новая нода. Однако, в отличие от изолирующего леса, где измерения и координаты выбираются совершенно случайно, R-HCP подходит к этому с другой стороны. Координаты, соответственно, и измерения будут выбраны пропорционально его длине. То есть измерение с большей дисперсией, допустим, как вот это измерение, ему будет отдана большая вероятность быть выбранным. Потому что логика в чем? Что если у нас какое-то измерение длинное, то в нем разделить точку гораздо проще, чем в каком-то маленьком измерении. Поэтому вот в таких случаях R-HCP будет работать очень хорошо. Чтобы оценить, насколько точка аномальна, используется такая метрика, которая называется displacement, ну или смещение по-русски. Displacement — это то значение, насколько точка в дереве изменит свою глубину после удаления интересующей нас точки. Допустим, если нас интересует аномальность к этой точке, то нам интересно, насколько другие точки изменят свою глубину. Если мы удалим эту точку, то все точки в дереве C изменят свою глубину на единицу, потому что они все подвинутся на один уровень и держат. Вот, соответственно, аномальной формой этой точки будет количество точек в дереве C. Но ребята посчитают, что это достаточно простая метрика, и она не отлавливает вот такие случаи, когда у нас есть какие-то нормальные данные, и у нас есть несколько outlier. Но из-за того, что их несколько, они могут маскировать друг друга. Это называется outlier masking. И ребята предложили новую метрику, которая называется collusion displacement или мошенническое смещение. В мошенническом смещении все немного сложнее. Мошенническое смещение — это максимальное смещение, которое может быть вызвано сетом точек при удалении интересующей нас точки ее соседей. То есть как это выглядит визуально? Сначала мы пытаемся удалить одну точку, это сет из одной точки, и считаем ее смещение. Потом мы удаляем ее соседей и считаем смещение. То есть сначала было смещение только с C, потом мы удаляем и нашу точку, и с C. Соответственно, смесятся уже под деревья AB. И мы так считаем, пока не дойдем до корневой точки. И, соответственно, максимизируя вот такую метрику, мы найдем сет точек, которые большой вероятностью будут outlier. Теперь поговорим о деталях алгоритма, а именно о том, как лес поддерживает разнообразие деревьев. Потому что если у нас лес будет состоять из одинаковых деревьев, то никакого качества модели у нас не будет, как уже говорилось в предыдущих эксказах. Поэтому используется такая техника как резервуарное сэмплирование. Резервуарное сэмплирование — это семейство алгоритмов, которые позволяют получить фиксированную подвыборку из потока данных. В этой статье авторы предлагают использовать классическое резервуарное сэмплирование, хотя классическое резервуарное сэмплирование подходит для потока данных, который действительно большой, но ограниченный. То есть он не подходит для бесконечно. Также они предлагают использовать time decay резервуар. Это резервуар, который нигде не описан, но, я надеюсь, это интуитивно понятно, в котором вероятность того, что точка будет в резервуаре, экспоненциально уменьшается со временем ее нахождения в резервуаре. Следующий пункт алгоритма — это именно та часть, которая позволяет алгоритм работать с time series data — это shingles. shingles — это по-русски будет черепица или опоясывающий решатель. Что говорят авторы? Авторы говорят, что запихивать алгоритм по одной точке — это неэффективно. Они будут запихивать туда слайдинг-виндоу какой-то. То есть они берут несколько точек и запихивают их все вместе в вторые. То есть, допустим, они взяли первые три точки, запихнули, вторые три точки запихнули. Потом эти точки конкретинируются в один вектор и запихиваются в алгоритм. Именно из-за этой техники алгоритм может отлавливать всякие ошибки в time series data. Допустим, когда у нас была синусоида, потом она резко что-то сменилась, и алгоритм легко найдет аномалию. А если бы мы не использовали свадьб-виндоу, тогда алгоритму было бы сложно даже справиться с синусоидой. И он выхаживает новую точку в синусоиде и говорит, что она более-менее аномалина. После того, как я прочитал весь пейпер, у меня возникло много вопросов. Ну, на самом деле, это вот три основных, которые я бы хотел обсудить к авторам этой статьи. Потому что статья чисто математическая, и они не включили туда никакой работы по имплементации, которую они делали в Amazon Keynesia. Соответственно, первое, что такое тайм-тикий резервуар. Это нигде не описано статей, нет, ссылок нет. Ну, это просто резервуар, в котором экспоненциально уменьшается важность точки. Потом, второй пункт, как инициализировать лес. Соответственно, как говорил уже Булат, мы не хотим тренировать наш алгоритм ни на чем, но на деревья в нашем лесу надо как-то строить. Это, кстати, тоже не написано, но когда они приезжали в Stanford, они говорят, что мы ждем какой-то такой большой батч точек, который состоит из количества точек нужных деев на количество деев, и, соответственно, каждое дерево инициализируется уникальными точками. Но это очень долго. Допустим, если вы хотите инициализировать лес из тысячи деев, в котором каждый будет по тысяче точек, то вам нужно подождать тысячу на тысячу точек в вашем потоке. Это довольно долго, поэтому это можно оставить в результате Discussions, как можно это улучшить. Соответственно, третий вопрос – это как эффективно имплементировать анализ коэффициента, то есть анализ аномальности и как делать вставку эффективно. Потому что, когда мы хотим узнать аномальные точки, нам нужно найти, в каком месте она в дереве будет. И, соответственно, чтобы не перестраивать дерево, это надо сделать эффективно. Сейчас мы заинкремитируем примерно вот так. То есть у нас есть бинарное двусвязное дерево. Каждая точка имеет ограничивающий параллелепипед вокруг цвета точек ее потомков. То есть, допустим, эта точка имеет ограничивающий параллелепипед вокруг этой точки и всех точек в этом подделье. Это нужно для того, чтобы, когда мы выбирали, где сделать надрез, мы не пересчитывали этот параллелепипед, а сразу знали, где делать надрез можно. Еще каждая точка знает о количестве своих детей. Это, соответственно, для того, чтобы успешно измерять скорость. На том же толке в Стэнфорде автор говорит, что у них есть эффективная операция, которая называется incremental insertion. Они не описали, как она работает, но я сделаю на свой вкус. Когда у нас приходит новая точка, и мы хотим оценить ее аномальность, нам нужно знать, где она будет находиться в деле. Алгоритм, например, такой же. Начиная с рута, точка пытается изолироваться. Если она не изолируется, то она переходит согласно разрезу какое-то подпространство. И когда будет понятно, где она будет изолирована, мы делаем вот так вот. Если у нас все точки двух связаны, то вот этот разрез, он под нас связан. То есть это сделано с тем, чтобы не модифицировать дерево. То есть у нас как бы она так отдельно от него получается. Если мы захотим измерить у нее ходисплейсмент, мы будем знать, что у нее первый сосед – это вот этот. И, соответственно, измерим его размер. И это будет наше первое по президенту на ходисплейсмент. Потом измерим вот это и вот это. Как видите, дерево перестраивать нам надо. Потом, если мы захотим вставить эту точку, нам придется удалить какую-то старую точку. Дерево поменяется, и мы заново делаем incremental insertion. Только в этот раз мы, соответственно, делаем это не… Ссылки будут не только в одну сторону, но и в другую. Вот. Все. Сейчас я покажу небольшую визуализацию того, как он работает. Они практически не убиваются друг от друга. Но когда у нас появляется константа, алгоритм мгновенно находит, когда у нас константа началась и когда она закончилась тоже сразу. То есть когда появился как раз концентрив. То есть наше распределение изменилось в тут и в тут. Я нашел и начало аномалии, и конец. Вот. Другим примером может быть, когда человеку будет сложно найти аномалию, а алгоритм все равно достаточно неходит. Когда косинуслойда меняет фазу, то есть она меняется на пик полам, становится косинуслойдой. Ладно. Вот. И вот это на аномальном точке человеческий глаз плохо заметно, а алгоритм мы сразу их находим. Вот. А сейчас будет демо, как это все работает на гидросервинге. И на вход подается какой-то вектор. И сейчас. Вот. Ну, в данном случае это получается какой-то дарми вектор. Особо не допаривались с этим в тестовом случае. И он, получается, возвращает для него какую-то выгоду. Собственно, если мы попытаемся загрузить в него какие-то уже дата сет уже конкретные, то есть, естественно, стоит задача определить, где у нас outlier, а где у нас получается inlier, но сделать это, получается, не в ноутбуке, а уже на готов продакшен данных. Ну, и получается вот эта вот в своем роде такая симуляция production, в котором идут данные смешанные с inlier и outlier. И сейчас, получается, продемонстрирую вам сами метрики. То есть, получается, вот это вот Калмаргоров, Смирнов и Outlier уже были подготовлены на тренировочных датасетах. А Random Cut Forest был, получается, разогрет мной во время демо на outlier. По ошибке на outlier разогрел. И, получается, такая интересная ситуация, когда они друг другу противоречат. То есть, метрики, натренированные на тренировочных данных, они палят то, что, получается, распределение меняется в плохую сторону. А Random Cut Forest, поскольку в таймлезервуаре лежат чисто outlier, он принимает нормальные точки, как outlier, как аномальные. Вот. Но это поведение, по сути, и является тем, что описывается концерт-дрифтом. То есть, получается, у нас сначала шло такое распределение, потом идет другое. И вот, получается, пики сверху трешхолда — это как раз те точки, которые выбиваются из этого распределения. Ну и, как видно на графике, то, получается, тут уже пошли outlier, а это Random Cut Forest считает outlier своими точками. Но, получается, при текущих параметрах Forrest ему потребуется где-то тысячи или две тысячи реквестов, чтобы полностью заменить таймлезервуар. И тогда, получается, он уже будет полностью натренирован для детекции других типов распределений. То есть, он привыкнет к этому. Вот. Соответственно, как сказал Юра, проблема warm-up — это довольно критическая. Если мы хотим просто где-то залить и сразу быть готовым детектить, полить вот эти вот те аномалии. Вот. И на этом, собственно, все, я так думаю. Да, вопросы? Что такое гидросфера? Что такое гидросфера? Модель — это такая львинная тулан для того, чтобы ты мог при помощи одной команды деплоить в продакшн. Ну, и получается в облако своей модельки. Так, давайте, сейчас покажу тебе. А, так, это норк. Так, там видно, нет тайма норк? Нет, юна терминология. Вот. А тут у меня есть определенная модель. Я, например, хочу сейчас деплоить свою модельку work2vec. Я перехожу в модель work2vec, смотрю, что там внутри. Это обычная, это обычно получается SparkML моделька. Ну, metadata stages — это папки, в которых есть, соответственно, данные о моделях в формате паркета. И мы, получается, оплодим ее при помощи вот такой вот команды, cs-оплод, которая, соответственно, завевает эти файлы туда, начинает билд моделей, и эта модель уже в облаке готова к деплою как отдельный микросервис. К этому микросервису торчат две API-шки. Первая API — это GRPC, то есть мы можем при помощи GRPC туда оттуда достучаться. Вторая API — это HTTP API, то есть как адресон отправляешь, он так и выводит ответ. Ну и, соответственно, получается, потом она появляется вот тут. Вот эта новая work2vec моделька. Она деплоится у нас в аппликейшнах. Work2vec, например. Упу-пу. Выбираем. А, у нас парк, как нет. Ну, мы можем деплоить, например, в даме рантайме. То есть это рантайм, который особо не… Это рантайм без спарковского кода, то есть он просто принимает и выплевывает input-out. И, получается, у него будет HTTP-дырка, типа вот в таком формате. Вы отправляете такой request, он отправляет результат. И, соответственно, дополнительная задача стоит в том, что нужно как-то мониторить сам перформанс этих сервисов. Как раз тем, чем сейчас занимаемся. Перформанс, точность и аномалии стрима данных. Вот. Вопрос. Вы можете объяснить, с какими именно данными вы работаете, которые стримятся? Смотрите, с какими. Ну, то есть, что это за данные, по большому счету? Откуда они берутся? Они берутся из внешнего, получается, источника. То есть, по сути, есть какой-то продюсер, который через API передает данные в сервер. Сервер, получается, занимается проблемой инфраструктуры и собиранием метрик с этих моделей. То есть, данные — это те, которые описаны на данных моделях. Например, в случае work2vector он будет ожидать, например, вектор с какими-то словами. В случае, например, с claims, он учитывает то, что он ожидает вектор пользователей каких-то чисел, пытается его заставить, грубо говоря, чтобы он был готов уже, ну, хоть как-то протестировать его способность. Естественно, отправляются на такие данные и выводится ответ. Вот, самый простой случай. Хорошо, у меня еще один вопрос. Вы видели применение этих алгоритмов к сетевым данным? То есть, когда пакеты... То есть, в качестве этих данных стримов отправятся пакеты? Да. У Amazon один из примеров, в их блоге есть то, что они применяют на эти штуки, чтобы определить затор на роутерах, когда пакеты наслеваются. И вот. Для кибербезопасности я не имею примеров, но такие точно есть. Интересно, мне показалось. Более конкретно, по поводу сэмплирования, все ли данные добавляются в деревья? И вообще, как происходит распределение сэмплов по деревьям? Первая деревья — половина данных, вторая четверть, я так понимаю, да? Хорошо, сейчас я объясню. Вот я показывал то, что есть резервуары, и на самом деле у каждого дерева имеется свой резервуар. И там есть такая формула, которая... Каждый раз, когда резервуар получает новую точку, он сам решает, добавить ее в резервуар и выкинуть какую-то старую, кстати, которая удалится из дерева, или не добавлять ее вообще. Там высчитывается с помощью вот экспоненты, там случайные числа есть, и, соответственно, каждое дерево имеет свой какой-то случайный сабсет точек. Вот. Примерно так происходит. А как тогда взвешивается результат? А взвешивается результат просто берется среднее. То есть у нас есть какая-то линия с деревьев, и просто берется средний скор по всем деревьям. Вот, да. Потому что там математически у них доказывается то, что вероятность получения каждого дерева в лесе, она одинаковая. Паша, у тебя еще добавил? Да. А он работает в multidimensional? Да, он работает в multidimensional. Вектор размера 112 получается? И он его мониторит? Да, да, да. Многомерный. Как бы просто радиовизуализация была в одномерном, двухмерном. Окей, спасибо большое вам за доклад.